Видим песок, пустыня, видим зелень, ферма. Мы едем на новую ферму Сунила, и он рассказал нам, что вот это вот все и есть. Это территория в длину 200 квадратных метров и в ширину 200 квадратных метров. Вот это как бы и есть такая арендованная ферма. Да, вот так что вот на таком огромнейшем участке можете здесь садить свои овощи, фрукты. Смотри, кстати, машина брошенная. Вся просто вот без дверей уже, без колес. Интересно, кто ее бросил здесь. Видите, какая пропасть такая пустынная. Наташа с Сунилом стоит, разговаривает. Машина с Сунилом. Ну что, друзья мои хорошие, спряталась я под деревом, потому что жарко безумно. Нам так понравилось на первой ферме Сунила, что мы приехали на вторую. Хотели сначала посмотреть только одну более дорогую ферму. И вот эту вторую ферму он купил два дня назад. Два дня назад. И стоит она, представляете, всего лишь 60 тысяч по сравнению с прошлой фермой. Ну давайте посмотрим эту ферму. Честно, она мне как-то уже нравится больше. Не знаю почему. Наверное, потому что из-за цены. И как-то все-таки я переживаю за Сунилом. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь. Поехали смотреть новую ферму за 60 тысяч дирхам. Ну вот, друзья мои, новая ферма Сунила, которую он взял позавчера. Представляете, позавчера. И знаете, сколько он платит? Всего лишь 60 тысяч в год. И здесь уже есть все трансформаторы, все будки. Ничего не надо готовить, ничего не надо покупать. Как он сказал, такой вот опыт. Но за ту ферму он платит слишком много, за эту слишком мало. В общем, говорит, это все опыт. Наташа пошла искать воду. Ей сказали, что здесь есть вода. Ладно, сейчас посмотрим. Ух ты! Смотрите, можно прям занырнуть и начать купаться. Целый бассейн воды. Так, а ну давай посмотрим. А вот напротив у нас есть ферма местных. Кстати, местные богатые люди, у них есть ферма, и все равно они получают 7 тысяч каждый месяц, 7 тысяч дирхам, даже если не сдают, даже если они что-то делают, даже если они ничего не делают. Они получают 7 тысяч дирхам в месяц на свою ферму. Просто так. Вот это же бизнес-класс. В общем, понятное дело, местные богатые люди. Это земля здесь липкая, кстати. Кто у нас здесь? Это голубь обычный, кстати. Вот такой же у нас есть серенький. Вот здесь эта знаменитая бамия будет везде здесь и везде там. Смотрите, какие приготовления идут. Друзья мои, это песок, просто песок, пустыня. И он сейчас такой мокроватый, и прилипают ботинки, он как в глине. Сейчас покрыли его белым такой то ли марлей, то ли целлофаном. Думаю, целлофан все-таки. И вот здесь будет эта бамия. Смотрите, как снова проложены все шлангочки. Поливочная система. Прокладываю, да? Достатки шлангов. Ямки, удобрения, землю и закапывают. Вот так вот человек работает. А под жарким солнцем сейчас уже, если честно... Боже мой, целое поле бамия будет. Сейчас уже 40, друзья мои. Я не знаю, как здесь еще можно работать. Это просто жестокий труд. Это очень тяжело. Это не то слово. Я стою, у меня уже... Я намазалась, но у меня уже руки горят. Я не одела ни футболку с длинным рукавом, ни рубашку. Наташа молодец, рубашку одела, слава богу. Ну, в бейсболках я подняла воротник, чтобы у меня не сгорела шея. Бандану не одела, потому что у меня футболка позволяет поднять воротник. Так, здесь что уже видим? Кусочечки есть. Есть фиников будет скоро, но дай бог. Смотрите, какая разница все-таки, блин, да? У Сунила не было опыта, и первую ферму 400 тысяч, е-мое, в год. И сколько он еще там накупил оборудования? 200 тысяч за дорогую поливочную систему. И 65 тысяч за трансформатор. Это ж капец какой-то. А здесь вот за все уже включено. И 60 тысяч. Кстати, я не знаю, здесь люди включены или нет. Надо спросить. А, кстати, да, сейчас спросим. Посмотрите, какие разноцветные мешочки. Я думала, это томаты. А это не томаты. Что это такое? Идемте ближе посмотрим. Что это такое? Здесь пальмы такого, знаете, не зеленого цвета, а такого бело-зеленого, потому что уже под солнцем долгое время они находятся. Уже такого классического зеленого нет. Здесь жара просто убивает. Я думаю, что это какой-то бахчевый. А, это индийский огурец. Это индийский огуречек. Он такой здесь ценится. Но это он еще маленький. Конечно, маленький. Они вырастут. Посмотри. Целые вот эти. Надо спросить, какой он. Вон, вон они. Целые бахчевые. Сейчас, подожди, я хочу посмотреть вот это все-таки. Что это? Не могу посмотреть. Хочу потрогать. Ну, это как марлечка такая все-таки. Оно не мокрое, нет? Не, не, не мокрое. Это что, жара такая уже высохла? Это оно уже готово. Это уже они все сделали. Для бахта. Так, а ну где еще? Посмотрим. Вот они. Вот это вот настоящий зеленый красивый цвет. Просто класс. Ха-ха, мой в зелени. Мне почему-то напоминает в Одессе такие виноградники. Виноградники, конечно, наверное, повыше будут чуть-чуть. Ну вот, будто я иду по винограднику и выбираю себе. Ой, ягоды какие-то. Наташа, иди сюда. Какие-то видео, да, темные? У меня такое впечатление, что это, знаете, как это вот волчья ягода, что кушать ее не надо. Нет, это не единственное. Ну, хотя да, это какая-то все-таки, наверное, ягода, которую кушать можно. Но я не буду проводить, с вашего позволения. Я еще хочу вам много видосиков наснимать. Вот, ну, посмотрите, как. Ух, песок просто. Песок, пальмы. О, лопатка, эмиратская лопатка. Сравните с нашей, напишите в комментах. Огуречки пока еще не готовы здесь. Ну, точно, что урожай будет, все будет классно. Ну, за 60 тысяч, ребята, это же другое дело. И где все включено, это вам не 400 тысяч. Ну, как сказал Сунил, да, это опыт, это наш учитель, правильно. Нужно учиться, не нужно переживать. Главное было в здоровье, а там бизнес пойдет. Вот такой Сунил позитивный человек, бизнесмен. Продолжаем наш поход. Смотрите, какая она здесь зеленая, зеленая трава. Пальмы, повторюсь, видите, какие-то беловато-желто-засохшие. Очень жарко. Это вот травичка зеленая с такими синими, синими цветочками. Знаете, я у себя в стране тоже такие видела, как мне кажется. Ух, конца края не видно. Это молодая ферма, ну, смотрите, как. Или здесь было что-то уже. Ну, Сунил же не мог за два дня засадить так. Вообще здорово. Наташа где-то вот в тех виноградниках, как я говорю, в огуречниках ей потерялась. Пошла снимать огурцы. Ага, вон она вдалеке-то. Плохо видно, но где-то она есть. И Сунил ходит с парнем, смотрит все, владения свои. Вот так работал Сунил сначала, когда сюда приехал обычным таксистом. А потом познакомились. Мы с ним нашли в интернете, когда мне нужен был трансфер до школы. Карлифт, как называется. Ну, кстати, очень ответственный человек приезжал у нас, забирал вовремя. Нас было четверо, мы платили ему в месяц каждые по 400 дирхам. Тогда у него уже была красная Toyota Camry. И он зарабатывал на карлифте. Потом тоже всякие такие подработки были с местными, с локалами. Я так в это все не вдавалась. Ну, такой человек, который не подводит никогда. Приезжал в школу у нас забирать без пяти-три, даже, не знаю, наверное, раньше. И остановился, как ни ругал его охранник у самых ворот. Мы выходили, знали, вот красная Toyota, это вот наши четверки, бравой. Там была еще одна украинка с нами. Потом девочка из Иордании, девочка из ЮАР. И вот это была наша тачка Суниловская. Вот огуречек засохший только. Здесь вот целая куча таких огуречек. В общем, такой парень Сунил здесь уже, наверное, лет 20 он. И начинал с самых низов, с такси. Но, повторюсь, что действительно ответственный человек. А здесь ответственность, я надеюсь, ценится, потому что здесь ее немного. Очень редко бывает ответственные люди. Так, что у нас здесь? Великолепный перчик чили. Кому перчик? Что там Наташа интересное рассказывает? Ох, здесь перчики растут. Слушайте, ну здесь эта ферма более разнообразная. На той, конечно, есть овечки и тоже всякая растительность. Но здесь как-то она мне больше, кажется, и ходить удобнее. Наверное, не засажена все еще. Потому что на то я постоянно спотыкалась. Ух ты, это помидорчики уже? Что-то желтенькое. Я не скажу, что это помидоры. Это странное что-то такое. Не буду идти, чтобы не затаптывать. Но на помидоры похоже. Помидоры, перчик. Вон Наташа уже говорит, где она снимает. Там баклажанное поле, я слышу. А ты перчик видел чили? Нет. Вон растет. Покажи. А, индийский огурец. Биттер, это горький. Ух ты, смотрите. Вот такой отходов-то столько. Отходов столько прям. Мне напоминает блюдо такое, когда баклажаны тушеные. А вот баклажанчиков бы я взяла. Нам не хотят курочку, мы отказали. Да, нам курочку предлагали разделать прям на той ферме. На первой. Мы что-то испугались, сказали. Да не-не-не, мы берем, а курочку нет. Боже, баклажаны. Баклажаны. Просто поле баклажан. Просто поле. Все-таки как-то заходят и пропадают. Я не знаю, видно ли вам, здесь и черные точки, это баклажаны. Их просто здесь много. Вот их сколько. Красиво. По-арабски кажется безиджи. Здесь некие-то желтоватые в кучке. В той кучке они темноватые. И в этой тоже мусорной кучке, не мусорные, отходы, так сказать, испорченные. Они какие-то, да, желтоватые с темноватым. Интересно. Вообще, да, красиво растут. Ох, красота. В пустыне зелень и поле баклажанов. А вот здесь поле возле баклажанов еще только готовится к какой-то засевке. И вот смотрите, что это такое. Издалека напоминает грушу. Но, конечно же, это или репа, или, наверное, большая тыква такая. Что-то мало. Наверное, убрали уже урожай. А вот репа сдутая, как рыбийный мяч. Ух ты. И горы, пустыня. Идем мы дальше по этому баклажанному полю. Знаете, я уже маску одела, просто чтобы солнце меня не спалило. Наверное, уже все в действии защитного крема закончилось. Видите, какая пустыня. Пустыня и зелень, которую фермеры пытаются высадить, чтобы выжить. Хух. И жарко капец. Сейчас 10.30 утра. Мы специально пораньше поехали. Но это уже вторая ферма. Первую ферму мы уже сделали. Поэтому стараюсь одевать уже и маску, и в бейсболке. Я и воротник подняла. И все равно печет дико. А это только апрель. Вот, звонил с телефоном. Бизнесмен выясняет что-то своим работникам. Так, ну идемте там дальше. Что-то посмотрим интересное. Травка 2,5 килограмма стоит 7 дирхам. 2 доллара где-то. Прямо как 1 доллар. 7 дирхам? Нет, это 2 доллара. 2 доллара. 2,5 килограмма. Ага. А что название этой фермы? Джет. Аравийский называется джет. Каждые 20 дней она будет готова. Каждые 20 дней. Стоимость для Бога. Для этого. Камел. Та же травка, что есть для верблюдов. Тоже каждые 20 дней снимаешь урожай. И в общем, 2,5 килограмма 7 дирхам стоит. 2 доллара. Ага. Вот отсюда вода идет. Ага. 700 ступней вниз. Добывается вода. Вот. И на этой ферме все готово, что Сунила очень радует. Кстати, всему этому год где-то. Кто-то садил. Особенно баклажанчики уже год. Внутри это соленая вода. Ага. Внутри это соленая вода. И? Круто, короче. Молодец. Говорит, жалко, что, конечно, у меня опыта не было. Сразу взял такую ферму и так бы деньги не тратил. Ну, говорит, ладно, ничего страшного. Жизнь такая штука. Опытная. Да, опытная. Что там еще есть? Что-то попросила у Сунила. Баклажанчиков ты хотела? Сунил, can we take some bass engine? Да, иди выбирай. Сейчас он мальчику скажет, что вон там. Возьмем себе чуть-чуть домой баклажанчиков, чтобы в молнии выезжать, покушать, стушить. Вот Сунила план сделать всю траву до деревьев еще. Видим, там еще есть просвет такой. Вот Сунила надо засадить их. Насосик, все системы. Но это все было включено. Сунил. Сейчас про работников надо у него узнать. Сунил, how many workers you have here? Here are 6. Тоже 6. You are Sam, you make them visa and pay. Sam, one and half you pay? One and half. One thousand and half. Ну, Сунил стабильно. И там... Они живут там в домике. Домик за деревьями. Если вам видно. Вот, так что все он делает. Им визу, айди, все делает. Молодец парень. И полторы тысячи. Да, да, говори. Он тебе рассказал, что он должен садить вот эти травы? Да, я сказала, до деревьев. Я услышала, до деревьев он планирует все. Потому что это намного выгоднее, чем... Хотя он и оставит виджетебус, но это намного выгоднее. В общем, эта трава выгоднее. Вы поняли, ребята? Вот трава... Кстати, он сказал, что трава стоит 7 дирхам за 2,5 килограмма. И каждые 20 дней она готова. Вот финички здесь будут. Здесь будут вкусные финички. Но пока это только... Только пучочки. Ой, как вам ферма, друзья мои? Что-то мне она как-то более приятнее. Не знаю, более-более нравится. Более зеленая, что ли. Немножко тень здесь полегче. Можно спрятаться, потому что жарит. А мне кажется, потому что здесь все-таки она была уже в разработке. А, ну да, она же говорит, в принципе, да. Это уже было в разработке. Всем этим кустикам, которые вам показали. Огуретчики, баклажанчики им будут уже, как Сунил сказал. Вот сейчас посмотрим. Хорошо снова финики. Ну и финики, как он сказал. Да, он поставляет к говерменту финики государству. И хорошую цену имеет. Вот, отодвигаю вам, чтобы вы посмотрели. На самом деле, очень тяжело отодвинуть эту веточку. Они очень тяжелые. Вот такая ферма здесь сейчас. Наберем огуречиков, наберем баклажанчиков. Дома стушим овощи. И пожелаем Сунилу, чтобы у него все получилось. В этом песке насадить и стать человеком, который, в общем, будет хорошо зарабатывать. Что вы в этом думаете? Ставьте лайки, подписывайтесь. В общем, желаю всем, чтобы у вас все было хорошо. Вот идем дальше. Думаем, что эти вот растения, вот как, кстати, видно, что высажены недавно. Наверное, тоже это индийские огуречки. Хотя он не индийский, он биттер как-то. Надо посмотреть в магазине. Какой-то биттер называется, горький. Ой, какой нежный. И цветы вон уже идут. Вот, подождите. Это бамья. Вот это есть бамья, друзья мои. Вот она. Вот она. И вот бамья. Ох, елки, что-то я все время падаю. Сейчас я Сунилу побью всю систему. Ну-ка. Оно, видно? Не знаю сейчас. О, сейчас видно, вот она бамья. Вот еще, вот, красавица. Как же второе назвать? Ну, дамские пальчики. Дамские пальчики, бамья, да. Это популярное блюдо, кстати, очень хорошее для диеты, для, ну, для такого, скажем, правильное питание. Приятная вещь, приятная штучка, легкая и стоит недорого. Но у нас и в Украине я не видела такого. Может, это пропускало, может, стоило дорого. Но конкретно у нас такого, чтобы было популярно, как здесь, на каждом шаблоне она продается, я не видела. Вот Сунилу планирует, бам, ей захватить все это. И травка этой вот, которую продает за 2 доллара 2,5 килограмма. Ну, выгодно, значит, выгодно. Но, опять-таки, повторюсь, ну, эта ферма всего лишь 60 тысяч в год. А плюс работники еще посчитайте. Ну, та, конечно, елки-палки. Первая ферма 400 тысяч за 3 года. И плюс 200 тысяч он уже купил оборудование. И 65 насосов. Елки-палки. Елки-палки. Вот так вот. Опять-таки повторяемся, что, конечно, опыт нужен. Наташа какую-то травку собирает. Наташа решила, что она дома у себя в Украине и пропалывать начала. Все. Наташа, все нормально, здесь работники есть для этого. Не надо, они справятся. Она так пахнет, я только для себя, для удовольствия. Она так пахнет приятно. С мотками свежести. Натки свежести. О, да. Вот такие у нас дела. Надо уже... Тепловой удар будет. У него точно он вес. Бамья. Бамья, бамья. Мы помнили. О, видите, всего лишь... А, мы думали, только посадили. Ой, мои дорогие, это год, год. Да, это надо, слушай. Каждый день, каждый день, 1 тысяча дирхам. Когда будет урожай? Когда вы продаете, да? Да, 1 тысяча. Потому что это новое. Нет, это новое. Когда новое, до того, чтобы продать каждый день, 1 тысяча дирхам. Да, в общем, скоро это будет превратиться тысячу в день, 30 тысяч в месяц. Ну, так извините меня, 30 тысяч в месяц уже купил половину аренды. Ну, это да, эта ферма, возможно, доход ему принесет. Сунил постоянно звонит, кто-то такой боевой такой, все время на звонки отвечает. Ну, все, парень бизнесмен. Сунил, вы хотите узнать, кто приезжает за доставку? А, Сунил, вы хотите узнать, как вы делаете доставку? Вы платите за это, чтобы люди приезжают. А, люди приезжают, покупают. Он ничего не платит, ничего не платит за доставку. Так что классно. Сунил, что-то еще показывает, рассказывает. Вот, ему хочется эту травку посадить. Ну, везде у нас садить, там, где песок. Везде хочется эту травку засадить. Ну, выгодная трава такая. Честно, я уже как-то еле иду, потому что просто кроссовки в песке ввязают. Ух, шеридла какая. Сейчас, как дойдем, включу телефончик. Он хочет эту травку засадить до конца. То есть, здесь этот песок загибает на травку, как я уже и сказала. И судил сказал, что летом, не вопрос. Наташа спросила, в чем же дело, почему вот летом, летом же, наверное, никого рожая нет. Сказала, не, не вопрос. Вода, видите, есть. Все есть, все работает, все растет. Вот лучок, кстати. Когда все засадит, будет на 6 тысяч зеркан больше в месяц. Лучок. О, нет. О, нет. А почему столько отходов? Ого. Ну, отходов? Ну, чуть-чуть отмирает что-то. Это нормально. У нас тоже много отходов на дачу было. Ну, лучок-то мы узнали, конечно. А лучка мало что-то, да? Вот весь лучок. У меня на даче столько же было примерно. Наверное, от лучка таких доходов нету. Следы на песке. Я спросила насчет помидор. Почему помидоры не садишь? Это не выгодно? Он говорит, нет, ты что, это очень выгодно. Помидоры он будет иметь. Правда, он сказал, я, наверное, не учится английским, он сказал, одна, по-моему, что тысяча там сказал. Сто тысяч в год, ну, может быть. Может, а ну переспросили. Ну, он сказал, очень выгодно помидоры. Ну, Сунин занят, занят. Да, бизнесмен. Бизнесмен. Вот такая красота. Понятно. Один раз посадил, и пять лет она дает результат. В общем, Сунин говорит, почему невыгодно садить для людей, типа, мя, тут такое, там, лук. Потому что ты посадил пять лет, она тебе сразу дает урожай, вот в течение пяти лет. Каждые двадцать дней косишь денежки. Вот это говорит, этот чувак классно шарит в этом. Лучший работник, ведь он в этом разбирается. Давайте я вам пустынку покажу еще, посмотрите. Это просто пустыня. На ней стоит ферма. Это круть. Вот что-то ребята пошли смотреть. Горох? Горох. Ты хочешь? Ты хочешь? Кокатор в твою дом? Да, это хорошо. Горох. Спасибо. Что не показала? Наташа урод сразу. Наташа не показала. Не, плевать не надо уже. Вот так вот. Сунин говорит еще, если он все-таки, я повторюсь, засадит, он хочет захотить эту траву, засадит весь этот песок, А я верю, что он засадит. Это будет в месяц 100 тысяч дирхам. 100 тысяч, друзья мои. Офигетьте от цифры. Я в комментах перевожу долларов. 100 тысяч дирхам. Дай бог, чтоб так и было. Да, дай бог, чтоб так и было. Он хороший парень, мы за него переживаем. Так что 100 тысяч дирхам в месяц на травке. На травке такой здоровой, а не то, что некоторые могут написать в комментах. Вот. И люди у него для этого есть. Ага, вот еще, значит, Сунил рассказывает, что нужно подготовить эту землю. Видите, шлангочки, поливочки, все. Удобрения. Все подготовить нужно 60 тысяч дирхам, чтобы подготовить эту землю. Но потом это будет 100 тысяч в месяц. То есть, ну да, это такой, конечно, бизнес, в который нужно вкладываться, нужно рисковать. Но, как это, фортуна любит смелых. Молодец. В общем, это вот пустынка. Я уже немножко собрала, но он мужчина, который здесь занимается, все знает. Он сельскохозяйственный человек. Он нам вот собирает. Да, мужчина нам горох пытается выбрать там. Наташа попросила. Вот. Так что выбирает он нам горох. Ну и вот, мы, наверное, ответили на вопросы, что... Что-то о сельском хозяйстве здесь, в Эмиратах, о фермах. Вкладывается не просто песок. Не просто песок. Все возможно. Главное, вкладывать деньги. И главное, контролировать это дело. Ну, еще вопрос, конечно, что, видите, первая ферма оказалась такая. Ну, не скажем, что она там умольная, прибыльная. Ну, раз у него был готов вкладывать 400 тысяч и оборудование за три года, значит, тоже что-то, дай бог, будет. Ну, а вот это 60 тысяч в год, это да, это круто. Это я уже так вижу, что, надеюсь, у него прибыль будет. Здесь что, в Бамье будет? Это все подготавливают на Бамье. Ну, это уже вон, садят уже, седай. Ну, уже ребята сидят, садят. Капец, такую жару, конечно. Жесть. Ну, знаешь, они лучше, чтобы они сидели у себя дома. Ну, конечно, лучше, чтобы работа была, чем ее не было. Ну, ой-ой-ой. Мы сидели передвигаемся. В общем, такая ферма новая. Сунил владелец всего лишь два дня. Но мы желаем им огроменной удачи. В общем, поддержите в виде лайка. Тогда, возможно, приедем. Приедем еще раз через год, может, через полгода. Покажем, как финики цветут. Сколько барашков осталось, курочку с биряни. Что получилось из этих земель. В общем, ставьте лайки, пожалуйста, друзья мои. Показывают мне систему шипящую. Я зайду, если что, короче, выключу звук. Ну, что, мои хорошие, как вам ферма? Пишите в комментах, ставьте лайки, делайте комментарии. Ну, вот так вот парень из Непала взял и взял себе вторую ферму. В общем, пожелаем ему удачи. Будем держать вас в курсе, все ли у него получилось. Подписывайтесь на канал, будет еще много всего интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok